Это экстренный вызов на канале ОТС. В студии работает Ксения Смотрова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. С ножом на налоговую буйного клиента передали спецбригаде медиков. Заветная труба покоя не давала. Газопровод и мошенничество на 45 миллионов рублей. Будут сидеть. Криминальному тандему не поверила Фемида. Полковник и бизнесмен не смогли обжаловать приговор. Новосибирские наркополицейские задержали драгдилера с крупной партией героина и синтетики. В руки правоохранителей попал ранее судимый местный житель на дорогой иномарке. В машине подозреваемого и был тайник. При досмотре внедорожника оперативники изъяли небольшое количество запрещенного вещества. Но это было лишь начало. Основной груз подозреваемый хранил в тайнике своего гаража в Ленинском районе города. Килограмм 200 граммов чистого героина. Несколько видов синтетических наркотиков общей массы килограмм. И некое психоактивное вещество. Товар уже был подготовлен к дальнейшему сбыту. Общий вес изъятых наркотиков составил более 2,5 килограммов. В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Сейчас он содержится под стражей в СИЗО номер один города Новосибирска. Полицейские также нашли тайник-закладку, которую сбытчик соорудил на улице Ватутина. Изъятый наркотик уже прошел экспертизу. Посетителя налоговой службы Кировского района Новосибирска пришлось усмирять бойцам Росгвардии и спецбригаде медиков. Мужчина пришел в инспекцию с ножом. Странного посетителя заметили сразу. Мужчина размахивал ножом, правда канцелярским, при этом вел себя крайне агрессивно. Клиенты налоговые и сотрудники, а в помещении на тот момент находились человек 12, испугались не на шутку. Усмирять вооруженного буяна прибыл сначала один наряд вне ведомственной охраны Росгвардии. После вызвали подкрепление. Оценив поведение, состояние, внешний вид данного гражданина, сотрудники Росгвардии решили передать его бригаде скорой помощи. Но гражданин попытался оказать сопротивление и сотрудникам медицинской службы. В связи с этим бойцы группы задержания приняли решение сопроводить карету скорой помощи до медицинского учреждения. В Новосибирске закончилось расследование уголовного дела по факту незаконного приобретения права собственности на газопровод. Редкая история. Если в двух словах, то фигурант дважды попытался завладеть заветной трубой. Причем второй раз, будучи уже условно осужденным за это же деяние. Настойчивый коммерсант был директором двух обществ с ограниченной ответственностью и председателем жилищно-строительного кооператива. Еще в 2014-м Кировский районный суд Новосибирска признал его виновным в покушении на мошенничество. Мол, мужчина хотел завладеть газопроводом высокого давления для снабжения жилых домов голубым топливом. Приговорили благодетеля на 6 лет и 10 месяцев условно. Несмотря на обвинительный приговор, летом того же года мужчина подготовил подложные документы. Договор аренды земельного участка, на котором якобы располагался газопровод протяженностью 7,8 километров, и заключение кадастрового инженера. Также коммерсант подготовил план объекта, кадастровый паспорт, акт приемки газопровода, декларацию об объекте недвижимого имущества и другие документы, необходимые для государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Более того, собрав все липовые бумаги, аферист сдал их в областной Росреестр и зарегистрировал желанный газопровод стоимостью 45 миллионов рублей на одну из своих фирм. Сейчас несостоявшийся владелец трубы сидит под домашним арестом. В ближайшее время материалы этого дела поступят в суд. Расследование окончено, виновных нет. Прокуратура рассказала подробности дела о загадочной смерти Искитимского депутата. Тело Владимира Шевцова с ножом в груди обнаружили в Зайльцовском парке 3 февраля минувшего года. Что делал мужчина в лесу и как попал туда, никто не знал. Следователи возбудили уголовное дело по статье убийства и стали искать злоумышленника. Проверяли различные версии. После того, как правоохранители изучили результаты судебно-медицинской экспертизы, стало понятно. Искать неуловимого убийцу бессмысленно. Мужчина мог нанести себе удар ножом самостоятельно своей рукой. На самом ноже обнаружены кровь, пот и следы пальцев рук самого потерпевшего. Какие-либо иные биологические следы, принадлежащие иным лицам, либо признаки химического воздействия на рукоять ножа с целью уничтожения их, они не обнаружены. Более того, оперативные работники органов внутренних дел установили, что этот нож мужчина приобрел в магазине самостоятельно незадолго до своей гибели. Нашли следователи и другие многочисленные признаки суицида. По этическим соображениям вдаваться в подробности не будем. К тому же родственники депутата рассказали, накануне смерти Шевцов был огорчен и подавлен. Мужчину как раз судили за мошенничество в особо крупном размере, и он боялся оказаться в тюрьме. Так что правоохранители пришли к выводу, никакого преступления совершено не было. Владимир Шевцов избрал очень странный способ ухода из жизни. Финал резонансного дела о хищении бюджетных средств. Высокопоставленный сотрудник транспортной полиции и директор строительной компании вновь не смогли убедить Фемиду в своей невиновности. Усенью прошлого года полковника полиции Андрея Марченко и бизнесмена Андрея Колокольникова приговорили в Октябрьском районном суде Новосибирска. Правоохранителю назначили пять лет лишения свободы, его компаньону четыре. По версии следствия, фигуранты погрели руки на реконструкции и строительстве двух ведомственных объектов кинологического центра и базы речного флота. Марченко, занимая должность заместителя начальника сибирского УВД на транспорте, по долгу службы контролировал ход работ, которые выполняла компания Колокольникова СМУ-21. Было заключен ряд государственных контрактов, предусматривающих проведение различных ремонтно-строительных работ на двух объектах, принадлежащих управлению на транспорте УВД России по СФО. Во всех случаях оплата производилась за работы, фактически не произведенные. Общая сумма государственных контрактов составила более 11 миллионов рублей. Согласно материалам дела, часть денег, 3,5 миллиона, фигуранты присвоили себе. Вся эта строительная эпопея в итоге потянула на обвинения в особо крупном мошенничестве. Еще один эпизод связан со взяткой. За помощь в победе на аукционах бизнесмен якобы сделал ремонт в доме полковника. И Марченко, и Колокольников уверяли, что ни о какой коррупции в данном случае речи идти не могло, так как полицейский полностью оплатил работу. Не согласились мужчины и с остальными выводами следствия. Даже после оглашения приговора они настаивали на своей полной невиновности. Осужденные попытались обжаловать решение районного суда в апелляционной инстанции. Однако коллегия по уголовным делам оставила обвинительный приговор без изменений и теперь он вступил в законную силу. Леонид Лишенко, Алексей Баженов, экстренный вызов. Не услышал электричку и угодил под колеса. Мужчина стал жертвой собственной невнимательности на железной дороге. Трагедия произошла сегодня на перегоне инструментальный завод Камышинская. Со слов очевидцев, мужчина переходил железнодорожные пути, беседуя по телефону, вдобавок был одет в куртку с капюшоном. Скорее всего, именно поэтому он не заметил приближающуюся электричку. Машинист сигналил и пытался затормозить, но избежать столкновения не удалось. Невнимательный пешеход погиб на месте. На этом все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону редакции 310-2005. Он доступен по будням в рабочее время с 10 утра до 6 вечера. С вами была Ксения Смотрова. Будьте внимательны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова